Всем привет! Сегодня буду монтировать электропривод на ворота, распаковку которого я делал в прошлом видео. Распашные ворота, открывающиеся наружу. В моем случае стойками для ворот служит квадратная труба 80 на 80. Будет вам проще, если у вас будут столбы кирпичные, большие столбы, и можно кронштейн вынести вот именно в это место. Столб широкий, нужен мотору, приводу вынос в эту вот сторону. В моем случае изготовил я из восьмерки швейлера вот такое вот крепление для кронштейна. Показывал я вам в комплекте идет кронштейн и пластина. Вот эта конструкция будет крепиться именно так. Можно болты-сквозняки закрутить, можно все это дело обварить. Главное сделать соосность с рамкой. Моторы буду крепить наверху, потому что будут они именно в проеме между воротами. И вверху они мешать не будут заезду-выезду автомобиля. Если посредине, то они будут уменьшать проем ворот. Поэтому здесь они будут. И вот таким вот выносом будет данная конструкция служить для привода. Как я уже сказал, если у вас большой столб кирпичный, пластина, идущая в комплект, привариваете к ней кронштейн и крепите ее к кирпичному столбу. И у вас все выходит намного проще. В моем случае примерно все должно будет выглядеть вот так. Кирпичный столб кирпичный столб. Легко-к orig?! Продолжение следует... ! ! Субтитры сделал DimaTorzok Перед креплением на столбе нужно будет соблюсти соосность между двумя креплениями, которая будет на створке ворот и на столбе. Поэтому нужно провести здесь линию, крепить это рано. Крепить будем уже после того, как это будет закреплено и на него повешен привод. Поэтому здесь вымираем центр, проводим линию, чтобы ориентироваться на центр 2 точки 100. Так, соединяем линию в 3 точки, проводим центр и с помощью уровня выставим ось. Держи, и по уровню смотри. Карандаш у тебя? Да, я ничего не вижу. Ты держишь там, а я выставляю тут. Так, держишь. Рисую здесь. Размечаю. Специально сделал разъемное крепление, в случае чего, чтобы можно было переделать. Если все будет нормально, все это еще плюс обварю сваркой. Для разметки места под второй кронштейн на створке буду навешивать привод. Система здесь вот такая отверстие, в которое вставляется палец. Вот он, палец. И прижимается такой вот гайкой с внешней резьбой и под шестигранник внутренний. Под восьмерку. Тяжелые приводы. Блин. Вот так это все дело навешивается. Вставляется палец. Здесь получается соединение плавающее, так сказать, двигающееся, которое будет в процессе двигаться. Поэтому здесь будет требоваться смазка. Смажу я это все позже, потому что будет еще сниматься, я думаю, пару раз еще. По этому же принципу крепится и кронштейн второй, который будет крепиться на творках ворот. Также палец и также прижимная гайка. Также здесь все будет вот так вращаться. Должно быть соединение смазано. Следующим действием нужно разблокировать привод ключом. Вставляем, проворачиваем, тянем на себя. Таким вот образом. И ключ в обратную сторону и вынимаем. Вот так работает разблокировка. Теперь берем за кронштейн штока. Вытаскиваем его полностью. До упора. Вот так вот. И возвращаем на 3 сантиметра назад примерно. Где-то вот так есть. Открываю створку ворот до того положения, которое мне нужно. У вас или же до упора. У меня упора нету, поэтому до того положения, которое будет нужно мне для открывания. Прикладываю кронштейн и отмечаю его положение. Закрываю створку. Закрываю створку. Довожу 100 шток назад. И смотрим, что получается. Отметка здесь. Прикладываю створку здесь. Гайка. 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 КОНЕЦ Часть. Дело сделано. По тому же принципу устанавливаю на вторую створку. Для ворот нужен будет упор. В случае установки автоматики есть вариант заказать уже готовый упор. По ссылке там же в магазине можете посмотреть. Более цивильно он выглядит, более красиво. Но в моем случае я не заказывал, а сделаю упор из того, что есть. Такую вот приварю пластину и будет она служить упором. Ну и заодно можно будет в каком-то из случаев фиксировать ворота на фиксаторы эти. Или же не фиксировать. Мне надо было его раньше сделать. Было бы удобнее ворота даже закрывать. Буду крепить блок управления. Сам пластиковый короб где-то вот в этом месте. Ворота у меня слева получается. Здесь столб есть металлический и прикреплю вот как-то вот так. Буду использовать профильную трубу металлическую 40 на 20. Вырежу по размеру, приварю здесь. Пластиковые такие вот фиксаторы держат крышку. Плотный пластик, качественный. Можно его, я думаю, оставлять. В общем-то он и рассчитан под работать под открытым воздухом. Герметичная прокладка под открытым небом. Все будет в порядке. Главное запустить правильно кабель и загерметизировать все. Установил блок управления. Теперь мне нужно удлинить кабель от дальнего мотора. Трехжильный буду использовать. 3х0.75 и пошел он у меня по верху в кабельном канале и спустится к блоку управления. Синий с синим соединяю, коричневый с коричневым. Черный провод будет повторять желтый с зеленым. Муфты с изоляцией. Все отлично прижимается, держится. Делал я, кстати, видеообзор. Кому интересно, будет и на инструмент, на обжимки. И, как видите, все в домашнем хозяйстве пригождается. И пакуем то, что будет на улице. Пакую в гофру. Удлинил кабель и второго мотора. В гофре дал запас. Запас не жмет. Есть его где уложить. Здесь будет на столбе. Теперь запущу в коробку. Полный комплект сегодня подключать не буду. Как вы, наверное, заметили, уже отключил я GSM-модуль. Буду подключать. Чисто вот завел. Фаза 0, 220. Вот. И два мотора. Сейчас вот соединю все это дело. Обожму наконечники штыревые. Чтобы все было по уму. Также на эти кабели тоже зачищу. Надежно и аккуратно. Обжал все провода наконечниками. Теперь определяю фазу. Получилось у меня фаза здесь синий. Ну, надо перекинуть будет на автомате. И подключаю клеммник. Вот в этот, который идет на первые два контакта N и L. Фаза и N0. Далее буду подключать моторы. И здесь у нас идет COM, OPEN и CLOSE. Три контакта. Которые следующие мы будем использовать. Первый мотор. Это тот мотор, который будет открываться, соответственно, первым. А он у меня получается левый, дальний, который идет вот в одной гофре с питанием. Первым мотором будет открываться тот, на котором нащельник. Приварена планка. Первый мотор подключаю в последовательности синий, черный и коричневый. Черный у нас заменяет, как я вам уже говорил, желто-зеленый. COM у нас всегда будет синим. Поэтому синий, черный и коричневый. Это первый мотор. Устанавливаем клемму. Следующие два контакта. Это C1. Обозначение идет. Отдельно подключается конденсатор. В данном случае подключается отдельно. Не надо его соединять в одну клемму с моторами. Следующая клемма это M2. Второй мотор. И здесь будет последовательность синий, коричневый и черный. Обратное. То есть меняем черный и коричневый местами. Второй мотор должен крутиться в обратную сторону. И следующие два контакта под клемму конденсатор. На сегодня пока все будет именно так. Следующая лампа сигнальная. GSM модуль. Сенсоры. Все это я буду подключать и настраивать в одном из следующих видео. Сегодня мне нужно запустить систему. И добиться открывания-закрывания ворот. Пульты прописать. И немного регулировок. Включай. Включилось. Питание есть. Еще у нас остался разъем антенны. Но это то, что нужно для работы на данный момент. Подключаю обычный кусок кабеля. И выведу его наружу. Пока так. Чтобы управлять воротами, нам нужно прописать пульты. Пропишу пока один пульт. Для этого у нас есть кнопка K. Вот она. Жмем ее один раз. Моргает. Загорается лампа. И удерживаем ту кнопку, которую хотите прописать на открывание двух створок. Есть возможность открывания двух створок. Вот эта лампочка будет гореть, скорее всего. Есть возможность прописать открывание одной створки. Можно прописать одну кнопку на две створки открывания. Одну, какую хотите, кнопку на открывание одной створки. Нажимаем кнопку один раз. И удерживаем. Два, три. Все. Пульт один прописан. Чтобы прописать пульт, кнопку пульта на открывание одной створки. Нажимаем клавишу, то есть кнопку K два раза. И удерживаем другую. Любую подходящую вам кнопку на пульте. Все. Пульт прописан. Перед первым запуском откроем ворота в среднее положение. Две створки. Они у нас стоят в ручном режиме. И ставим в автоматический режим. При первом запуске ворота у нас должны идти на открывание. Если будут идти на закрывание, то надо будет переподключать полярность меня. Пошла первая створка. Та, которая должна быть и вторая. Ворота открылись именно в том положении, как я их и устанавливал. Теперь пробуем закрытие. Как положено, закрывается правая. Сразу поварим. И вслед за ней идет левая. Вот как мы их поставили в первый раз. Так они у нас и остановились. Доводим вручную. Переводим опять в автомат. И пробуем опять открывать. Смотрим на результат. В данном случае створки не дооткрылись до положенного места. Поэтому будем сейчас их регулировать. А именно вот этими вот потенциометрами. Мотор 1, мотор 2. Беру просто потенциометр, то есть мин-макс. И добавляю. Вот немного. Мотор 1. Таким вот образом пошагово можно добиться того, чего вам не нужно. Можно еще немножко. После каждой регулировки нужно ворота возвращать назад. То есть открыли и закрыли. Тем самым сохраняются регулировки. Четко. Все отлично. Створки доходят до упора. Ворота закрываются плотно. Попробую открыть с улицы, как это будет выглядеть. Ворота закрывается. 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 все отлично я доволен работой приводов тестирую дальше показываю вам будут видео дальше по настройки других функций функция авто закрывания есть вот ее можно регулировать время выставлять после которого автоматически ворота будут открываться закрываться открыли вы с пульта машина и выехали выставили время через 10 секунд к примеру ворота автоматически закроются давайте посмотрим открытие одной створки все работает что заметил приводы мощные поэтому не обойтись здесь малой крови вот это что я сделал одного данного крепления мало видно что играет моя конструкция и нужно будет все вот это обваривать вот снимаю я моторы и тут все обваривают установил на упор такую вот мягкую подушку и установил упоры уже при открывании сейчас хочу включить функцию мягкого старта и мягкой остановки перед этим давайте посмотрим в общем-то меня и так все устраивает как работает не замечаю я никаких рывков при старте сделал время на упоры потому что они нужны здесь будут все облагораживаться потом будут упоры менять ну вот как доходят ворота все тихо без вопросов бывает гремят вот эти вот фиксаторы которые я со временем потом сниму и что заметил очень плотно все прижимается моторы еще несколько доли секунд работают то есть дотягивают ворота до плотного закрытия очень плотно все закрыто и моторы останавливаются то есть в данном варианте уже не нужно никаких засовов и не замков моторы держат ворота очень плотно при включении данных переключателей софт старт мягкий старт и мягкий мягкая остановка может придется еще потом подрегулировать время работы двигателей это мы уже увидим по результату включаю мягкий старт и мягкую остановку ну особой разницы если честно я не заметил по мягкому старту по мягкости остановки сейчас посмотрим вот идет замедление до работает отлично эту створку можно довести мотор 2 потенциометр на плюс все готово и теперь закрываем ворота и смотрим за мягкой остановкой здесь сохраняются настройки заодно и и посмотрим замедление именно уже при закрытии да вот раз замедлились вот 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 все работает и дотягивается вообще тихо все и без вопросов что еще в этот раз сделаю установлю сигнальную лампу нужная вещь потому что она многофункциональная сама сигнальная лампа и еще плюс антенна разбирается таким образом при откручивается антенна и снимается просто верхняя часть нижняя часть остается будет крепиться правой сюда вот уплотнитель проводка проводиться и здесь вот два клеммника питания полярность не обязательно соблюдать и антенна здесь уже у нас стоит обозначение cn2 и в общем-то в инструкции указано куда это дело подключать ничего сложного нету схема есть что классно что во первых лампа будет выше ворот будет работать антенна уже адекватно не так как в моем случае или же будет антенна спрятана внутри ящика или же будет просто проводок висеть некрасиво внизу в данном случае это будет должно работать классно у сигнальной лампы есть свои нюансы по сборке запускаем кабель сразу прикрепляем крепление кронштейн лампы в нее тоже пропускаем кабель потом закрепляем само основание лампы опять же тоже пропускаем сюда проводку подключаем лампу закрепляем основание подключаем лампу и защёлкиваем ее сверху с лампы приходят два кабеля один подключаем нет зависимости от полярности на клемму лампа 220 вот фишка разъем а второй подключаем на разъем антенна по схеме антенна как я вам показывал у меня за антенну отвечает синий за 2 контакт коричневый готова лампа собрана установлено можно проверять не знаю насколько это получится при очень ярком солнце но сейчас все будем видеть запускаю ворота теперь антенна у нас именно на лампе это хорошо я вижу что даже при ярком свете солнца ярких лучах лампу видно я представляю что будет как будет она работать в пасмурной и в темноте обязательно сделаю видео ворота открылись лампа еще несколько секунд сигнализирует и выключается в лампе установлен светодиодная полоса с двусторонними светодиодами то есть две стороны моргают и сюда видно и со стороны двора все это видно тоже еще из моих наблюдений в процессе тестирования открываю одну половину левая створка пошла и еще раз нажав на кнопку останавливается следующее нажатие на кнопку створка закрывается отлично нигде ничего не регулировал это уже программно получается зашита если открывать две створки и при этом нажать еще раз на кнопку также все работает следующее нажатие створки закрываются и сразу лезут в голову мыслей о тюнинге немного тюнинга не знаю ребят что то есть подобное или нет я не видел вайфай реле с поддержкой пульта дистанционного управления по 433 мегагерца а именно этот пульт тоже 433 мегагерца и я уже привязал одну из кнопок на это реле то есть пульт будет управлять воротами две створки одна створка и включение выключение питания полностью на блок управления можно будет делать дистанционно например на ночь я хочу чтобы питание отключилась не обесточить полностью систему или по какой-то другой причине нажимаю на кнопку реле отключает обестачивает блок питания до реле будет напряжение на на входе на выходе уже не будет также делая видео по данным реле это вайфай реле приложение эвелинк заходите и можно даже управлять со смартфона из любой точке мира через интернет данной релюхой или физической кнопкой включение выключение 10 ампер то есть схватит этой релюхи с головой снимаю фишку питания этот провод уже с готовыми обжатыми наконечниками будет приходить на реле на стреле будет выходить другой провод и уже на фишку а фишка подключена к мозгам регистрировалась реле в сети вай-фай зеленый светодиод показывает что нашла сигнал привязалась к роутеру и реле в сети даже если не будет вай-фая реле все равно будет работать физически у нее память внутри есть сохраняет она все настройки тут проблем не будет и по питанию блока мы видим что питания нету включаю я пультом на ту кнопку на которую привязал реле и как видим питание появилась можно пользоваться воротом также можно пользоваться кнопкой ну здесь все будет закрыто поэтому или пульт или приложение со смартфона ворота включена можно выключить также можно пользоваться по таймерам по расписанию будет работать поставили вы после 10 вечера чтобы обестачивалась будет обестачиваться и включить утром автоматически будет включаться во сколько поставить все возможности есть но можно и без этого как я вам показывал пользоваться данной системой я просто сделал такой себе для себя предохранитель и показал как вам можно это сделать не пойму а чё ты сидишь ворота открывай здрасте ты сказал что там все от пульта теперь что так и будем сидеть все будем сидеть с тобой тебе что не романтично роман я не могу оставить машину выходи открывай ворота там есть охранник альфа ничего себе мне теперь не надо бегать чего ну открывать ворота я думаю что теперь надо контролировать что чтоб кто-то не выбежал ну да пока сенсоры не стоят ворота могут кого-то задать задушить и что выходить закрывать не надо выходить я не знаю сейчас посмотрим лампочка мигает мигает даже на солнце видно но она не пищит когда мигает сенсоры показывают что ворота закрываются не пищит можно конечно какую-то пищалку было придумать хотя привлекать внимание тоже каждый раз выйди проверенными не можно ехать ну что у меня нет смысла если буду бегать проверять как контролировать что не 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 Продолжение следует...